Редакция World of None продолжает обзор палат племенного скота. В этот раз мы посетили палату, отстаивающую национальный бренд Казахстана – породу Ахбас. На территории Казахстана у нас насчитывается 637 тысяч казахско-белого породы. Но хотелось сказать, тут есть понимание, есть племенным статусом, который прошла регистрацию и так далее в палате. Их 422 тысячи, 200 где-то тысяч, более 200 тысяч, это у нас имеют потенциальные животные, которые могут стать племенными. Но тем не менее по иным причинам они в зарегистрированной системе, мы отслеживаем их. Ахбас – это национальное достояние, поэтому приоритетной задачей палаты является проведение селекционно-племенной работы. Моя основная задача в палате – это проведение мониторинга бонтировки, координация селекционно-племенной работы с породой и также координация работы по испытанию бычков на фермах. Важность этих всех мероприятий в том, чтобы улучшить породу, казахскую белую породу, вывести ее на новый уровень, выбрать, отобрать хороших животных, чтобы в дальнейшем они могли оставлять потомство, которое будет преобладать, быть качественным и нужным для хозяйства. Делая огромный упор на генетику скота, палата внедрила международные практики и инновационные подходы. Мы внедрили мировые технологии, это есть понимание Гроусейф, Интергада. Сейчас Гроусейф переименовалась, ее выкупила американская компания Вайтели. В Казахстане ее мы практически в Центральной Азии даже, можно сказать, первые внедрили. В Казахстане, что это из себя представляет, да, это технология. В советское время было испытание по собственной продуктивности, сейчас ее тоже испытание проводят, классическая методика называется, сокращенно, 4 месяца делают. Что это дает из себя понимание? Животное ставится, ее в течение 4 месяцев испытывают, сколько он съел кормов, сколько он привеса суточного дал и так далее. Конечно, когда снимают ее с испытания и проводят спермограмму. Вообще, работает ли этот бык, хорош ли он? Нисколько понимания было в кота-мешке покупать. Внешне он что, классный, а по факту он может быть и не работает, и фермер этого не знает. Зачем такие быки нам нужны? Поэтому мы максимально стараемся вот это проработать, чтобы на рынке быки первой категории именно продавались только. Действительно достойны в генетику дальше передающей. И вот продолжение этого разговора, что Вайтель – это новые технологии, испытания классические, ну, современными, без участия человеческих, уменьшая человеческие факторы. Если классическая методика 4 месяца, да, мы говорим, испытания проводят, то новыми технологиями это сокращает до 2 месяцев. Использование мировых технологий дает палате возможность не только улучшить породу, но и выйти на международный уровень. В 2022 году была выставка Евротир в Германии. Казахская белого палата именно приняла там, как участники приняли на этой выставке, как участники представили стенды, именно повезли с собой казахское белого мясо, генетику рассказывать и так далее. Были заинтересованы, много других разных стран приходили на наш стенд, спрашивали, интересовались. Естественно, успех породы зависит от казахстанских фермеров, поэтому основная деятельность палаты направлена на улучшение породы отечественных хозяйств. На сегодня мы установили тесное взаимодействие с 800 членами палаты и интенсивно ведем племенную работу. Сегодня мы имеем прямые связи с первоклассными хозяйствами и активизируем селекционную работу. Основной упор идет на высококлассных быков. На территории Казахстана наблюдается дефицит быков первой категории, поэтому мы активно работаем с фермами первой категории. Стоит отметить, что выполняя ежедневные задачи, палата ставит перед собой амбициозные цели на будущее. Палата задачи перед собой ставит, конечно, продвижение породы за пределами Казахстана. Это в первую очередь мы бы хотели продать откачанное быков семени, даже хотя бы за рубеж, раз мы не можем живых животных продать. Второе – это продвижение именно мяса казахской белоголовы. У нас в Казахстане сейчас есть уже магазины, кафе, рестораны, можно сказать, открылись под брендом казахской белоголовой, где указывают в меню, что это мясо именно казахской белоголовой. Мы понимаем большое количество животных, забой идет подворный и так далее, где бесконтрольный. Но, тем не менее, у нас по Казахстану она уже есть, и мы отслеживаем. Сейчас работаем задачу, ставим номер один перед собой, чтобы это централизовать, информацию давать, как откорм-площадка, чтобы бойня, мясные лавки. Последующая – это генетика. Мы это не забываем. Мы ставим перед собой задачу больше не только на увеличение поголовья, но и на качество, чтобы наши быки были качественные. И покрывали весь Казахстан, можно сказать, своими быками в достаточном количестве, чтобы было. Будущая порода Ахбас в надежных руках. Нам же остается только ждать, когда наш национальный бренд займет почетное место на мировой арене животноводства.